итак ребята всем привет вы на канале бурран гараж 35 это будет очередной бложек начнем его с обслуживания снегохода это у нас стелс росомаха 800 с 4 тактным мотором такой же мотор стоит и на стелс викинг стелс викинг 20800 в правильно так называться и такой же мотор стоит на рынке новой это у нас тайга патруль 800 ну и примерно верно такой же мотор стоит на бар пихе брп и люнкс армии 69 то есть ну я имею ввиду по мне по внешнему виду конструктивная сто процентов они все все отличаются и замена масла у нас именно на этом двигателя производится методом методом откачивания через щуп то есть у нас есть щуп так то на этом моторе есть сливная пробка но в поддоне снегоходов пластиковом нету никакого отверстия чтобы слить это масло можно да то есть вот сейчас например вариатор снят о не вариатор воздушный фильтр снят то есть подлезть вот так рукой отсюда нащупать пробку открутить и слить маску прямо как бы на пластиковый поддон она на поддон стекет пробку обратно закрутите заедете на какой бугорок или просто приподнимите морду и она по счет того что в поддоне у нас есть вот это отверстие и с другой стороны вот там тоже отверстие как раз она находится примерно верно на напротив сливной пробки ну или же просто в этом вот в этом ребрышке в одном в просверлить там небольшое отверстие восьмерочку и она стекет чтобы не делать большую большую дыру чтобы выкручивать пробку так но я вам покажу метод метод до отсасывания масла то есть у меня есть я бывает изредка так отсасываю масло на квадриках это обычный нагнетатель нагнетатель я обычно с него заливаю масло в коробке в бурановске то есть у меня там постоянно заправлена трансмиссионка трансмиссионка для коробок и то есть с помощью нагнетателя в его накачиваешь вот здесь у меня сделан ниппель обычный да то есть сейчас ниппель убран полностью выкручен а так нагнетатель накачиваешь давление открываешь кран и масса у тебя заливаться в коробку никакого никаких воронок ничего не надо мараться если он всегда полный пробку открутил если кончилось залил нового все на данный на данный момент склады кафе отсасывал прямо через металлическую трубку но чтобы вам было видно отдел прозрачную прозрачную чтобы вы увидели процесс то есть к выкручиваем миппель полностью и заводник выкручиваем одеваем шланг очки и шлангов а чуть-чуть идет на компрессор на компрессор то есть если компрессор включить он качает так он качает и желательно желательно с компрессора спустить полностью воздух то есть его здесь нету чтобы компрессору качалась легко выкачивается масло здесь 2 и 2 литра с квадриков также где-то летой 200 в квадриках с квадриков вылетают где-то за пять минут даже быстрее сейчас я вам покажу ну сейчас за секрете за сколько он отсасывает полностью все масло вставляем шланг очку нашу то есть можно без всякого шланга но это чтобы я вам показать вставляем и просовываем ее до самого дна то есть но тут плоско но плоско открываем битель нет пока будет закрытой но сейчас мы включим компрессор компрессор иона вручную выключать потому что там нету давления как бы датчик уже сработал и открываем это уже пошло масло то есть масло у нас идет вот так ну просто нагнетатель кстати отсюда сколько сколько он качал 2 литра он качал 2 литра вот я видео записываю 4 минуты 2 минуты 2 литра выскочил то есть там если туда заглянуть если заглянуть и приблизить получится у нас так сделать вам показать я то вижу и так что там пусто и остается нам только открутить маслофильтр кассету она находится вот в этом месте вот под этой крышкой под этой крышкой ниже находится помпа а под этой крышкой маслофильтр то есть подложили сюда ветош открутили три болтика м так на подключик на 8 подголовку на 8 и вытащили кассету кассета фильтрующая или фильтрующий элемент можно заказывать вот такой hf 152 метров каталожного номера мне эту что я покупал в магазине вот такая кассетка там стоит еще заменим все шланг очки потому что они потому что они вот такие все порепались вот такие потряска как бы внутри там целы внутри целый но снаружи все потрескавшиеся шланг какой-то российский на какой-то тестированный но это же столс это же российский снегоход модель раша у их связи все шильдики модель раша стоит хотя все сделано в китае вот заменить соответственно топливный фильтр топливный фильтр снегоход 1400 пробегу принципе топливный фильтр поменяю в бак не полезу и хозяин сказал не на в бак лесте и потому что там бензонасос нормальная работа от нормально качают поэтому как бы туда в следующий раз за скотчем ну и соответственно помазать передок я уже мазнул мазнул это не смотрите это хозяин не дал смазки и тут все было вынуждено но он сам мазал и соответственно я еще шприца ну маленько с пневмо шприца ну и заднюю подвеску сейчас еще шприца ну и в принципе будет все по нему а еще поставил расширители лыж новое и вот с одной вы же у меня в прошлый раз возникли проблемы проблемы такого плана что 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 тут стоит вот такой бой болт до по шести границу вот так вот и вот в это отверстие головка на 17 не лезет даже узко ну обточена головка на 17 она сюда не лезет а туда взяли закрутили вот такую гайку на 17 но обычно вот такую с пластиком и я не мог открутить то есть гайка внутри проворачиваться и и ничем не мог подержать но и пришлось гайку отсверлить вот и поэтому был куплен но не новая мало был болтик с разборки но тоже хороший болтик болт 10 и 10 и 5 по моему он идет где или 10 до 10 8 10 и 8 крепкость то есть какой был такой есть старый не буду искать в металлоломе так что парни берите на вооружение у кого в хозяйстве вот такой снег и ход или кто сервис некий нормальный рабочий метод рабочий метод с помощью нагнетателя и компрессора как-то так две минуты масло перелил с нагнетателя маслишко в канистру канистра у нас 6 метрового 6 литров примерно где-то вот так это можно ну и как масса у нас вот так вот здесь получаться здесь где-то литра мы полтора литра тоже точно есть полтора литра есть в моторе 2 и 2 соответственно было масло выкидывал воздушный фильтр еще дополнительно но туда грамм 200 улетела дан допустим потом в кассете масло фильтра ну где-то примерно нас и на собираться 2 литра на собираться в моторе сто процентов осталось мы шли маслишко там осталось грамм и 150 может 200 грамм в головках осталось это сто процентов там сколько-то грамм по 50 может по 70 ну и в поддоне сколько-то осталось то есть даже через сливную пробку полностью масло все не слить мотор в любом случае там сколько-то масло остается на автомобилях то же самое что через щуп откачивать что через пробку сливать полностью все масло не слить все равно какая-то часть масла остается поступила нова вводная надо поставить поставить светодиодную балочку на стол балочка вот такая и и установить ее на куда-то примерно вот так вот выше фара если поставить в это место короче как то вот так сейчас приспособим сделаем каким кронштейненький и потом уже покажем покажем как это получилось ну думаю сделаю новую кронштейн эти использовать не буду а сделаю просто кронштейн вот в это место широк широкие сделал кронштейненький такие из-за троечки из троечки чтобы это все дело было жестко не будет супер мы подключим проводочку подключимся от габаритов от габаритов через рулюшку чтобы кнопочка не горела от габаритов потому что когда зажигание включаешь тут у нас сразу горят габариты так получилось ой чах на аккумулятор отцепили от него здесь включаться как-то все уже забирают почти не дают видео даже записать бы не не опытная так ладно сейчас будем заниматься квадроциклом dcf moto старенький старенький но отважный надо его взбодрить запускаться